Сбербанк вводит новые комиссии. План восстановления экономики России. Будет ли в России кредитное амнистие? Как Росстат прячет от нас с вами данные? Снижение взносов для индивидуальных предпринимателей обсуждается. Что будет с ценами на аренду квартир в июне? В России могут установить минимальную ставку по часовой оплате? И подвинут ли Россию в космосе? Эти и некоторые другие новости обсуждаем сегодня в очередном выпуске обзора экономических новостей с Николаем Мрачковским. Рад вас всех приветствовать. Сегодня большое количество разнообразных новостей и постараемся с вами их обсудить. Первая новость. Вот вчера мне пришло сообщение из Сбербанка. Сбербанк онлайн. Сбербанк обрадовал. Причем он преподносит это типа как хорошую новость. Что переводы клиентам Сбербанка без комиссии. Но если ты вчитываешься, то без комиссии только до 50 тысяч в месяц. А все что больше будет 1%. И якобы они преподносят это как хорошую новость. Но в большинстве банков, практически во всех, и в Сбербанке до этого было, перевод от одного клиента банка к другому клиенту банка вообще никакими комиссиями не облагался. Это межбанковские переводы облагались некими комиссиями. Но когда с одного счета внутри банка на другой счет, для банка это ничего не стоит. Это автоматическая операция. Тем не менее, Сбербанк это преподнес как чуть ли не радостную новость. Что без комиссии, но без комиссии только до 50 тысяч. Поэтому, если вы вдруг будете переводить деньги внутри Сбербанка онлайн, то имейте ввиду, что свыше 50 тысяч в месяц, то с вас будут взимать комиссию 1%. Максимум 1000 рублей. Поэтому, имейте ввиду, это Сбербанк использует свою позицию монополиста. Вот таким образом, то что большинство клиентов по стране так или иначе имеют счета в Сбербанке. И Сбербанк просто позволяет себе выкручивать руки. Я надеюсь, что часть клиентов переместится в другие банки после этого. Потому что считаю, что это очень неправильное действие со стороны Сбербанка. То есть Сбербанк, во-первых, принадлежит основной пакет государству. То есть это по идее должен быть банк, который как бы поддерживает население. А он наоборот в периоды, в сложные периоды начинает только еще больше накручивать комиссии и еще больше выжимать из клиентов. Хотя мог бы подвинуться или хотя бы не двигаться в противоположную сторону. Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России. В соответствии с планами планируется рост к концу 2021 года, рост экономики до 2,5% в год. Там три этапа. Сначала этап восстановления, этап стабилизации, этап восстановления. Но главная суть в следующем, что совершенно непонятно за счет чего это произойдет. Почему мне непонятно? Потому что у нас экономика в последние примерно 5-6 лет росла примерно на 11 небольшим процентов в год. Но это при высоких ценах на нефть. Цены на нефть сейчас упали заметно. Да, они вот в последнее время немножко подросли. Но все равно это не тот уровень, который был в начале года. И если он сохранится, то с какой стати в России будет расти экономика? То есть для того, чтобы начала расти экономика, надо принципиально ее перестраивать. Планируют ли они ее как-то принципиально перестраивать? Очень большие сомнения. Но тем не менее предусматривается проведение 500 мероприятий по поддержке экономики и увеличению доходов населения. Опять же, последние 6 лет, доходы даже не 6 из 2000, ну примерно 13 года, доходы населения стабильно падали. Даже при том, что рос ВВП по чуть-чуть, там по 1%, но рос. Доходы населения при этом умудрялись падать. И с чего вдруг они начнут расти, тоже очень непонятно. Экономические проблемы и погромы в США. Наверное, многие из вас видели сейчас какие-либо ролики, как громят в США магазины, как там вот во многих штатах, во многих городах идут беспорядки. И почему это все происходит? Ну, наросли серьезные проблемы прежде всего в экономике. И если вы помните, вот пару месяцев назад, когда начинался весь коронакризис и начинались карантины, мы говорили о том, что есть большая опасность в этих карантинах. В том, что они приводят к, будут приводить к серьезным экономическим проблемам, которые в свою очередь будут приводить к проблемам уже не только экономическим, а в том числе проблемам таким абсолютно реальным. В том числе и с жизнью, здоровьем людей. Почему? Потому что в Америке сейчас десятки миллионов безработных, закрывается куча предприятий, что с ними делать не очень понятно. То есть, как это все возвращать в нормальное русло. Хотя при этом, я думаю, что то, что нам показывают СМИ, как всегда, очень сильно приукрашено. То есть, СМИ важно приковать внимание, запугать всех, потому что тогда еще больше смотрят телевизор. Поэтому они будут показывать максимально все страшно. Это имейте ввиду, что реальные картины, как правило, очень сильно приукрашиваются, когда показываются в СМИ. Что, впрочем, не умаляет того, что в Америке проблемы. И для нас с вами это может быть проблема валютных сбережений. То есть, может быть сейчас и мы увидим большие проблемы еще и у доллара. Дата голосования по новой конституции. Может быть уже слышали, что назначена на 1 июля. И здесь у меня к вам вопрос. Новая конституция, там очень много всего. Напихано новых изменений. Есть главные изменения, есть куча второстепенных. Стоит ли нам сделать выпуск и обсудить вот эту новую конституцию. И что вы про это думаете, про изменения. И насколько имеет смысл сделать отдельный выпуск, посвященный этой теме. Напишите, пожалуйста. Если да, то может быть мы подумаем, как это обсудить. И я сделаю подборку ключевых изменений. Потому что это все-таки главный закон страны, который сейчас у нас решили внезапно поменять. И, наверное, это имеет смысл знать. Дальше. План развития экономики. Так, эта вот новость перепрыгнула сюда. Три этапа. Стабилизация, восстановление, выход на траекторию устойчивого роста в 3-4 квартале 2021 года. Повторюсь, мне совершенно не ясно, с чего возникнет этот устойчивый рост. Без каких-то серьезных изменений, которые надо проводить в экономике. Чтобы действительно началось движение вперед. Потому что сейчас мы видим последние несколько лет, что все затухает. Идет такое брожение, болото. И с чего вдруг это поменяется, мне не ясно. Но может быть новый премьер-министр Мишустин сейчас нам все поменяет. Посмотрим. Один из ключевых показателей снижения безработицы. Предусмотрены меры поддержки бизнеса. В частности, отказ от индексации страховых взносов ИП в 2021 году. Речь о том, чтобы снижать не идет. А просто, что откажемся индексировать. То есть, не будем увеличивать в течение 2021 года. Так, хорошо. Каникулы. Кредитные каникулы провалились. В Совете Федерации предложили кредитную амнистию. Член Совета Федерации констатировал провал объявленных на фоне спада экономики кредитных каникул. И предложил ввести в Россию кредитную амнистию. То есть, те кредитные каникулы. Только 15% из них были выданы. Даже те, что были предоставлены кредитные каникулы. Займы по ним. Только 15% были выданы в соответствии с нормами нового закона. Означает, что 85% граждан не смогли воспользоваться новым инструментом. Почему? Потому что банки не заинтересованы работать по новой схеме. И пытаются впарить свои продукты реструктуризации. Которые ухудшают кредитную историю. Которые гораздо менее выгодны. При этом ЦБ выпускал письмо, что банки не должны ухудшать кредитные истории. Но все это суть к чему? Государство попробовало переложить все эти проблемы на банки. Что вот вы обязаны теперь кредитовать на новых условиях. На гораздо более выгодных для людей и так далее. На что банки нашли кучу причин, почему это не делать. То есть меры вроде как были приняты. Но на самом деле были не продуманы и не доработаны. И были запущены в каком-то вот таком виде. Который в большинстве вариантов не сработал. К большому сожалению у нас последние лет 6 большинство разноплановых мер поддержки экономики. Стратегии развития и так далее. Которые обсуждаются, пишутся кучи томов. Они так и остаются вот такими полумерами. Около 20% россиян пожаловались на снижение зарплат. И других выплат с начала апреля. По сравнению с началом апреля число обеспокоенных снижением зарплат стало на 10% больше. В целом больше говорят о снижении дохода в частном секторе, чем бюджетники. Бюджетников чуть в меньшей степени это коснулось. Россияне потеряют примерно 18% доходов. Реальные доходы упадут лишь на 18% во втором квартале в годовом исчислении. А если бы не было различных социальных выплат и прочих мер, то было бы падение на 22%. Вот так нам говорит высшая школа экономики. Тем не менее падение доходов есть, весьма существенное. И я подозреваю, вот когда мы говорили про меры, о которых говорил Мишустин, что будет стремительный рост доходов, то этот стремительный рост будет после вот этого серьезного падения. То есть это будет возврат к текущим уровням, которые нам преподнесут как грандиозный рост и победу. По крайней мере очень вероятно. Цены на аренду жилья могут повыситься. Цены за последнее время снижались. Вот на съемы однушек снизились на 1,2%. Двушки на 1,4%. Трешки на 1,7%. В мае цены снижались уже гораздо медленнее. И не исключено, что в июне начнут расти при снижении, собственно, карантинных мер. И те, кто спрашивал, а насколько существенно упали ставки аренды, ну вот вам цифры такие более официальные. Естественно, везде по-разному что-то упало. Где-то больше, где-то меньше. Но вот средняя цифра 1,2% ставка аренды упала. То есть не так уж и существенно. Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке. С 20 до 15% внесли проект постановления. Пытаются поддержать таким образом строительную отрасль, чтобы ипотека была доступнее. Но для тех, кто инвестирует в недвижимость, это естественно такой положительный знак. Правда, если вы можете претендовать на льготную ипотеку. Например, льготную семейную ипотеку, либо какую-либо еще. Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах до 0,55%. Если вы интересовались, какие ставки сейчас, то вот для понимания, что Сбербанк сейчас дает, если вы доллары положите на депозит, то вы будете иметь примерно 0,5% в год. Это вот какая доходность. В этом плане, конечно, как минимум облигации интереснее при сходном уровне риска. Хотя, естественно, в облигациях есть свои нюансы. Если интересно, посмотрите выпуск, посвященный облигациям. Ссылочку на все выпуски, посвященные фондовому рынку, я дам вам под видео. Там есть материалы по облигациям, по акциям, по многим другим инструментам. В России могут установить минимальную ставку часовой оплаты. Правительство планирует установить для работников ее, которые осуществляют деятельность на временной основе. Это входит в общенациональный план восстановления экономики. Норма будет применяться, если работника привлекают на неполное время, на срок до трех месяцев. Ну, то есть, что-то вроде МРОТа, но при почасовой оплате. Интересно, какую хотят выставить минимальную ставку оплаты почасовой. Сколько это будет? Совет Федерации одобрил закон о мерах налоговой поддержки. Оно касается освобождения от НДФЛ разных денежных премий тем, кто участвовал в борьбе с коронавирусом. Для самозанятых возврат налога за 2019 год. Вот кто-то мне уже написал, что ему вернули налог. Вот существенный момент, если среди нас есть ИП, речь идет о том, чтобы суммы страховых взносов за 2020 год уменьшить на величину МРОТа до 20 тысяч. Ну, вот это может быть существенно. То есть, в 2020 году снизить для ИП на сумму МРОТа платежи фонды. Ну, то есть, можно будет вернуть, либо не доплатить в этом году на размер МРОТа. Правда, если вы попали в список пострадавших отраслей. Но, чтобы в него попасть, можно скорректировать свой АКВЭД в ближайшее время. Росстат публикует макро-статистику поздно вечером из-за ухудшения показателей. Росстат изменил время публикации экономических данных, макро-статистики для меньшего привлечения к ним внимания, чтобы не огорчать людей. В последнее время ведомство публикует отчеты поздно вечером. Вот интересные подробности. Росстатус запрещает публиковать данные или требует, чтобы они как минимум перенесли время. По словам другого источника, поздняя публикация подразумевает, что у журналистов сокращается время для подготовки и работы с цифрами. Расчет на то, что если цифра выходит в 7-8 вечера, хвост распространения. Короче, журналисты не успевают это обработать и выдать в следующих новостях, а потом вроде как это уже устарело. Вот так мы понимаем экономику страны. Просто надо чуть позже экономические данные выдавать и никто не расстроится особо. Мы тоже неоднократно с вами этот момент обсуждали, что Крассстату очень много вопросов. Что они очень часто меняют методику расчета, чтобы цифры покрасивее были. Но вот здесь по этим данным говорят, что даже они вот так вот действуют. Не знаю, насколько это правда, можете попробовать проверить. Илон Маск назвал запуск своего нового корабля шагом к мультипланетному человечеству. Такая яркая, интересная и приятная новость для человечества. Правда, не для России, наверное. То, что Илон Маск запустил свой корабль. Давайте вот поподробнее здесь есть. 30 мая ракета Falcon 9 вывела на орбиту корабль Crew Dragon с двумя пилотами на борту. А затем корабль направился к Международной космической станции. За запуск отвечала компания SpaceX Илона Маска. Который до этого сделал Tesla, а до этого PayPal. И это первый в истории случай, когда люди полетели в космос на частном корабле. Не на государственном, а на частном. А также первый случай за последние 9 лет, когда NASA отправили своих космонавтов не на корабле «Союз». До этого все летали на «Союзах», на наших, сделанных больше 50 лет назад. И самое главное, вот здесь в этой новости нету. Но, но, себестоимость полета примерно в 10 раз ниже у Илона Маска, чем на наших «Союзах». И вот это вот уже очень существенная новость. Ну вот как сказал, как сказал Маск, этот запуск изменит всю космическую индустрию. Заканчивая, эта миссия стала первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом. И он также отметил, что объявлять победу пока рада, то все. Но наши, если вы посмотрите, там Маск даже ответил на шутку про батут. Когда 6 лет назад Роскосмос, глава Роскосмоса, пригрозил, что американцам, что если что, вы будете в космос на батутах подпрыгивать. А Маск сейчас ответил, что батут построили. Пока Роскосмос заявлял всем наш, что мы бил себя в грудь, что да, американцы ничего не сделают, ничего у них не получится. Американцы сделали. Причем сделали частным образом, предприниматель взял и сделал. В отличие от того, что у нас государство пытается вымочить из космических кораблей, созданных 50 лет назад Королеву. Заложена база была Королеву, ладно, подправлюсь. И сейчас, видимо, нас будут очень сильно двигать. Во-первых, уже очень сильно за последние 6 лет подвинули, за последние примерно 10 лет подвинули Россию в космосе. А сейчас, когда на американских частных космических кораблях будет летать в 10 раз дешевле, то вопрос, кто будет летать на наших. Из чего вдруг мы надеемся сохранить какие-то свои позиции в космосе. Это еще один пример неэффективности. Огромные деньги вбухиваются в космическую индустрию, на выходе получаем все те же ракеты. Так, и давайте отвечу на один комментарий, который вы написали про выплаты. Я вчера показал скриншот, что мне выплатили за детей, за троих старших детей 30 тысяч по 10 тысяч. И вот комментарий. Это выплаты для нуждающихся. Не стыдно ли вам, будучи богатым человеком и самостоятельным, подавать на субсидии и пособия? Я почему прокомментирую? Я считаю это очень важным по следующей причине, что у нас люди, исходя из данного комментария, человек видимо думает, что это государство тратит свои личные деньги на это. И я с этим абсолютно не согласен, потому что, на мой взгляд, налоги, которые мы платим, это не только обязанность. Часто мы считаем, что это вот просто наша обязанность. Но это право спросить из государства, я заплатил тебе, государство, большое количество денег. Вот я каждый год плачу сотни тысяч налогов, довольно большие суммы. И помимо того, что я обязан это делать, у меня есть и права спросить, а что я получаю за это, какой сервис. И это то, чего, на мой взгляд, очень не хватает. У нас сейчас налоги спрятаны. Большинство людей, они не видят, сколько налогов они платят. Почему спрятаны? Из-за них налоговое отчисление делает работодатель. Отчисление в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд медицинского страхования, НДФЛ. Человек напрямую все это не знает. Оно, ну, вроде как есть, но проходит мимо него. И он об этом не задумывается. На мой взгляд, здесь было бы очень правильно следующее. Например, работодатель перечисляет всю сумму сотруднику, ну, например, 100 тысяч. И из них сразу же принудительно, но уже с личного счета человека, чтобы он видел, отчисляется 13% на НДФЛ, плюс еще 30% уходит во все эти взносы. То есть, ему пришла зарплата 100 тысяч рублей, и с нее раздербанили 43% в разные стороны. И вот тогда люди бы начали задумываться. Так, я заплатил своему государству 43 тысячи налогов. А что я получил взамен? Насколько адекватный сервис я получаю, покупаю у государства? И вот этот вопрос, на мой взгляд, он показывает, что человек этого не понимает. Он считает, что это деньги какие-то абстрактные государства, а не те деньги, что мы платим, как налогоплательщики, из-за которой мы вправе спрашивать из государства. И когда, в частности, государство, вот почему, не стыдно ли мне? Да нет, конечно, не стыдно. С какой стати мне должно быть стыдно? Я заплатил большой объем налогов. И здесь, в кои-то веке, хоть какая-то мера поддержки, ну, за детей. Почему я должен от этого отказываться? Почему мне должно быть стыдно, что мне какую-то небольшую часть вернули из того, что я заплатил? Поэтому, здесь повторюсь, вот главная, так как ключевая мысль здесь, что налоги это не только обязанность, но право спросить из государства. А что я получаю за те деньги, которые я плачу? И устраивает ли меня это? Ну что ж, на этом на сегодня все. Длинный выпуск большой получился, но, надеюсь, интересный и полезный для вас. Удачи!